Друзья, у нас эксклюзив. Приветствую всех. Валерий Дмитриевич Соловей, политолог. Валерий Дмитриевич, здравствуйте. Здравствуйте, Даша. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Прошу вас поставить лайк этому видео, подписаться на мой YouTube-канал «Дашь счастливая». А если вы традиционно смотрите на нас телеканал прямой, нажмите на название, там будет возможность подписаться. Ну и, конечно, подпишитесь на все соцсети и YouTube-канал Валерия Дмитриевича. Это очень важно. Друзья, мы начинаем. Валерий Дмитриевич, вот готовиться к интервью с вами, посмотрела следующую информацию. Агентство пишет, что несколько журналистов кремлевского пула признали, что готовы поверить в двойника Путина. Значит, они сообщили, что люди, которые работают с Путиным, его близкий пул, что они верят, что двойники существуют, потому что они не понимают эти странности поведения Путина, где он то соблюдает санитарные ограничения, связанные с эпидемией, то не соблюдает. Вот как вы оцениваете тот факт, что уже пул журналистов Путина признает, что у него есть двойники? Ну, я просто понимаю, это довольно просто. Идея овладевает пока еще не массами, но теми, кого можно отнести к числу лидеров общественного мнения. И на самом деле не существует иного объяснения свопиющих противоречий в поведении и во внешности так называемого российского президента. Я хочу сразу подчеркнуть, что и самого факта наличия двойников еще не следует с неизбежностью, что Путин, как я говорю, и готов это подтверждать из раза в раз, что Путин скончался. Но это, по крайней мере, подводит к признанию этой мысли. И двойник, который в частности сейчас, он отличается от Путина просто разительно. На самом деле разительно. Недавно в Британии была проведена фоноскопическая экспертиза. Данные экспертизы были опубликованы в Daily Mail, нет, Daily Express, по-моему. Это, конечно, таблоид, но дело ведь не в том, в каком издании, а в самой экспертизе. Так вот, по утверждению автора этой экспертизы, это довольно известный специалист, Путин, который выступал 9 мая 2023 года, и Путин, который выступал на Всемирно-Русском соборе, их характеристики фоноскопические отличаются на 99%. Вы знаете, что даже в ДНК-экспертизе всегда отсутствует 100%. Там говорят 99,99 или там 9 в периоде. Так вот, это на самом деле утверждение того, что это разные люди. Кстати, изложение на русском языке содержится этой информацией в Телеграм-канале по сути. Это Телеграм-канал, который ведут мои бывшие студенты, и этот Телеграм-канал отличается, бы сказал, предложением качественной информации. Поэтому те, кто заинтересуется, я адресую к этому Телеграм-каналу, они могут зайти и посмотреть. Там подробное изложение, ну, резюме этой статьи. И более того, это не первая фоноскопическая экспертиза была сделана. Она проводилась еще несколько раз. Она, в частности, проводилась с японцами еще где-то весной. И японцы меня еще до публикации результатов, они познакомились с данными. И они мне сказали, что пять экспертов, которые исследовали антропологические характеристики и фоноскопические характеристики, ну, то есть, как говорит человек, да, пять экспертов однозначно утверждали, что это три разных Путина. А я всегда говорил, что у Путина два двойника. Основной двойник, который сейчас и есть президент Российской Федерации. Он же Васильевич, его по-настоящему отчеству Васильевич, но поскольку он сменил фамилию и имя отчества, то он сейчас Владимир Владимирович Путин. Это, конечно, дешевая казуистика, я понимаю. Ну, уж какая Россия страна есть, такая и есть. Поэтому и эта идея тоже начнет пробиваться в сознании. Более того, она пробилась. Вот те данные опроса ФСО, которые совсем недавно, а, сегодня утром, публиковал телеграм-канал генерал СВР. 70% в России слышали о смерти Путина, 18% этому верят и 41% допускают, что это правда. Это означает, что половина склонна согласиться с тем, что Путина нет живых. И согласитесь, это совершенно другая информационно-психологическая реальность, чем та, которая была, скажем, до конца октября. И создана усилиями телеграм-канала генерал СВР и моими. И посредством журналистов, которые, так или иначе, эту новость раздували и обсуждали. То есть, друзья, мы все инструмент в руках Валерия Дмитриевича. Вот как оно получается. Да и хотел бы я себе, конечно, польстить, но это будет неправдой. Но в том, что касается пиара, это блестящее, с пиаровской точки зрения, это блестящая акция. Блестящая. Я думаю, что она будет изучаться, она точно войдет в учебники. Особенно, когда подтвердится, будут такие доказательства, что это абсолютная, стопроцентная. Это 46-процентная правда. Валерий Дмитриевич, смотрите, во-первых, появляются подобные мемы. Ваш холодильник полон, я вам показывал их перед программой. Особенно мне нравится мем «Смэк» сделал брендинг «Соловей». То есть, покупайте холодильники. Вот, удивительно. Прекрасно. Обратите внимание, что вашим именем назван самый высокий холодильник, Валерий Дмитриевич. То есть, из всех них желтенький, самый высокий бренд «Соловей». Если хотите, можете приобрести. Валерий Дмитриевич, так как вы можете стать успешным бизнесменом, боюсь, что Потанин, как самый главный и богатый человек в России, который, кстати, в «Соловей» недавно был, он может потесниться, потому что, Валерий Дмитриевич, вы можете себе сделать действительно большую бизнес-карьеру. Но возвращаемся к вашим... Я бизнесом не занимаюсь, Даша. Спасибо. Но это не моя стезя. Валерий Дмитриевич, на вас уже, видите, другие бренды паразитируют. Так что будьте бдительны, собирайте проценты. Да, постараюсь. Теперь о серьезном. Да, значит, Путин стал чаще пропадать. Вижет тоже агентство, например, в январе, наверное, в начале этого года, он появлялся на публике всего лишь 7 дней. Значит, с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года Владимир Путин появлялся на публике только 147 дней, почти на 40% меньше числа рабочих дней у других граждан. Посчитал проект. Значит, получается, что все они говорят, о чем это свидетельствует, что Путин очень редко появляется, особенно в последние месяцы, связано ли с этим действительно с вашими теориями, с вашими заявлениями по поводу того, что Путин в морозильнике? Ну, проект это интерпретирует так, что Путин устал от народа. Хотелось бы, наверное, дописать эту фразу. А народ еще сильнее устал от него. В том числе народ Российской Федерации. Опять же, по данным опроса ФСО, который упоминал, только 26% граждан России доверяют российскому президенту. Никакие не 70%, это первое. Второе. Из тех факторов, которые привел проект, я факты, естественно, не ставлю под сомнение, это хорошая работа, может последовать совершенно другой вывод и совершенно другая интерпретация. Та, которую я всегда давал на протяжении этого истекающего уже года. Что Путин тяжело болен, очень тяжело болен. Что он все реже появляется на публике. Что его все чаще заменяет двойник. Последний раз Путина настоящего мы видели на публике 4 сентября, когда он встречался с Эрдоганом. Уже Лукашенко, который прилетал в Москву, встречал двойник, хотя переговоры Лукашенко проводил с Путиным, тяжело больным Путиным, находящимся фактически в полурежачем положении. А навстречу с Лидзиньпином летал тоже двойник. Поэтому все это, приведенное проектом, имеет очень простое объяснение, которое я давал заранее и заведомо. Надо просто лишь немного открыть глаза, чуть-чуть открыть глаза и признать, что существуют иные объяснения, которые гораздо лучше того, который предложил проект. Гораздо реалистичнее, потому что это российская фантасмагория. Валерий Дмитриевич, тут достаточно важный момент. Вы говорили, что Патрушев, человек, который готовит транзит власти, Николай Патрушев, он тоже болен и у него рак. Не ошибаюсь ли я? Вы не ошиблись. У него рак простаты. Ну, он находится в хорошей форме, у него устойчивая длительная ремиссия. Рак простаты сейчас очень хорошо лечится, это в общем не секрет. У Путина просто была фатальная форма рака, которую самое передовое лечение не могло вылечить, то есть не могло добиться ремиссии, могло лишь приостановить. И лечили его израильские врачи, они курировали лечение с февраля 2020 года. Весной этого года они прекратили курировать лечение, сказали, ну, медицина бессильна, дальше все в руце Божьей. Хотя вряд ли это было именно так, как они сказали. Но это уже было связано с политикой. Валерий Дмитриевич, вы говорили о том, что в Израиле лечились и дети Путина, сыновья от Алины Кабан. Да, совершенно верно. А вылечили, это было, по-моему, в 19-м году, если не раньше, вылечили его сына, у него был рак, успешно сына вылечили. Лечение курировал непосредственно Нетаньяху, который тогда был тоже премьер-министром, как и сейчас, и Путин. После этого проникся большим уважением и доверием к израильской медицине и личной симпатии к Нетаньяху. Впрочем, он понимает, что больше в мире ему лечиться было негде, потому что ни в Германии, ни в Соединенных Штатах лечиться он не мог. Оставались Израиль и Китай. Но Китай не обладает такой передовой медициной по этой части. Китайцы его лечили от Паркинсона. У него Паркинсон где-то с 14-го года, но это не фатальное заболевание. Китайцам удавалось снимать довольно успешно с помощью препаратов, которые ему предлагали, симптоматику Паркинсона. Ну вот лечение главной болезни рака, тяжелой формы рака, с метастазами, у него были уже множественные метастазы, уже в этом году они появились после Нового года. Этим занимались израильтяне. Довольно успешно. Хотя они говорили, что вылечить они его все равно не смогут. Они его сразу предупредили, честно. А консилиум в сентябре этого года сказал, что он не переживет усилий. Ему это сказали, было сказано в глаза. Ему было сказано в глаза. После этого он потерял всякий вкус не просто к политике, ну и к жизни вообще. Он перестал общаться даже с Алиной, с детьми. Он, в общем, любил время от времени. Но ему нравилось общаться со своими маленькими детьми. То есть у него трое детей от Алины Кабаевой и двое дочерей от первой супруги. Но вы сказали, что одна из дочек. Нет. Его старшая дочь не является его родной дочерью. Я не буду эту историю рассказывать, хотя, я думаю, зрители, не обделенные интеллектом, легко могут догадаться, в чем тут дело. Это, значит, это первое. Второе. У него дочь от кривоногих. И еще у него мальчик, по-моему, мальчик от очень известной российской спортсменки. Это те, которые лично мне известны. Возможно, есть еще какие-то. Но, по-моему, это исчерпывающий список. Ну да. То есть много женщин, много детей. И да, он называет некоторых своих детей эти женщины. Ты тоже, конечно, называл. Валерий Дмитриевич, а вот мне было очень интересно узнать про астролога. Вы в одном из своих стримов, интервью говорили про астролога. Давайте посмотрим фрагмент. Астролог Светлана Драган считает, что очень серьезные перемены начнутся 26 октября. Это на этой неделе, в четверг. Часто ее называют близкой к ФСБ, что с ее помощью управляют убеждениями россиян. Ее смотрят миллионы. Есть программа даже на Первом канале. Связаны ли слухи о проблемах со здоровьем Путина с этими словами Драган? Вполне могут быть связаны. Только не к ФСБ, она близка, а к администрации президента. Это все-таки разные институты. Хотя в данном случае их цель может вполне совпадать. Ну и как раз я же неспроста наметил свое выступление, онлайн выступление, именно на 26 октября. И называется оно «После Путина». В данном случае любопытное совпадение. Валерий Ильич, кто эта Светлана Драган? Почему она обладает подобной секретной информацией? Расскажите, пожалуйста, о ней. Я о ней мало что знаю, кроме того, что я привел в эпизоде, который вы сейчас продемонстрировали зрителям. Да, она связана с российской властью, она выполняет, так и вообще очень многие известные астрологи. Ну, некие действуют по методичке российской власти. Там популярные в России предсказания Бабы Ванги, это тоже из того же сорта. Просто 27 октября это на самом деле не дата, которую можно было определить по звездам. Хотя я знаю, что были и астрологические прогнозы, предсказывавшие смерть Путина в коридоре между 22 и 23 октября и где-то 7 ноября. И как раз его смерть аккуратно легла. Дело в том, что уже в начале, в середине октября был прогноз, в начале октября опять же от этого консилиума. Дело в том, что на этой стадии определить дату смерти можно с очень высокой точностью. С разбросом в несколько дней. И могу вам сказать, что Путин пережил себя на несколько дней. Он должен был умереть где-то в воскресенье в понедельник, ну, в ночь в воскресенье на понедельник, а скончался вечером четверга 26 октября. Поэтому можно ориентироваться на звезды, а можно просто на медицину, на современную медицину, которая в высшей степени квалифицирована по этой части. В том числе, когда человек фатально болен и вышел на финишную прямую. Вы можете поинтересоваться, Даша, и хорошие врачи вам скажут. Они с точностью до дня могут назвать дату смерти. Павел Дмитриевич, что готовит группа Патрушева? Будет ли транзит власти и как он будет выглядеть? Вы очень плотно этому посвящаете в YouTube канале. Я знаю, смотрела. Но вот интересен ваш взгляд в будущее. Да, были достигнуты договоренности, можно их назвать большим пакетом договоренностей на рубеже ноября-декабря. Касательно транзита власти, касательно того, кто станет премьер-министром после того, как Васильевича изберут президентом. Ну, результат выглядит предвидимым. Касательно того, кто войдет в кабинет министров, а кто его покинет. Касательно того, какое количество губернаторов надо обновить и прочее, прочее. То есть это пакет, касающийся больших кадровых перестановок. Очень большие. И потом предполагается повторить сценарий конца 1999 года, когда действовавший в тот момент президент Ельцин объявил о своем уходе. И по Конституции его обязанности стал исполнять тогдашний премьер-министр Путин. Ну, соответственно, он избрался потом президентом. Этот сценарий предполагается повторить. Другое дело, что этот сценарий, эти договоренности, они натолкнутся на очень серьезные препятствия. На чрезвычайно серьезные. Вполне возможно, и даже невозможно вероятно, что этот сценарий будет пересматриваться по ходу. Что возникнут какие-то проблемы. Я об этом буду рассказывать уже в конце декабря. 26 декабря я буду проводить свою онлайн-встречу. Я буду не подводить итоги года, принято подводить итоги года. Я буду как раз рассказывать о будущем. Вот о больших планах и о том, что им способно помешать. Надеюсь, к этому времени у меня как раз окажется достаточно много эксклюзивной и чувствительной информации для того, чтобы ее поделиться. Поэтому, ну, как обычно в России гладко было на бумаге, а ходить, ну, не только в России, впрочем, в Украине тоже, а ходить приходится по обраме. Планирование и реальность очень отличаются друг от друга. Вы это хорошо знаете. Ну, Шойгу планирует, что он останется. Мария Воронцова займет должность, да, на бюджетном здравоохранении. А я слышала, вот Геннадий Владимирович Гудков, он, кстати, относится к вам с огромным уважением. Мы регулярно пишем стримы. Он сказал, что Сечин, по его информации, может стать замом главы правительства. Насколько эта информация сописывается? Да, да, я питаю тоже Геннадию Владимировичу большую человеческую симпатию, человече-человеческую. Мы в очень добрых отношениях были и остаемся, я надеюсь. Да, это правда. Сечину отводит с пост вице-премьера, куратора топливно-энергетического комплекса. Это правда. Но еще раз повторю, Даша, это все расписано сейчас. Что из этого сбудется и как сбудется, совершенно непонятно. Ситуация отличается очень высокой турбулентностью. Эта турбулентность пока в элитах. Пока в элитах. Но она, то есть она не очень заметна, если у вас нет каких-то своих людей, да, но она может проявиться, она может выйти наружу, как это было, допустим, с выступлением Пригожина 24 июня сего года. Так что нас, скорее всего, ожидают очень большие неожиданности. Вы говорили о том, что когда произошла смерть Путина, первый, кто в срочном порядке вылетел в Дубай, был Ротенберг, если я не ошибаюсь. Аркадий Ротенберг, да, утром 27 октября он вылетел в Дубай. Довольно долгое время там находился, насколько я знаю. Сейчас вот Путин совершил визит с Кадыровым в Саудовскую Аравию, в Объединенные Арабские Эмираты, с ними был Потанин. Его называют самым богатым человеком России. Может ли сейчас ряд олигархов сбежать из России, как вы считаете, учитывая про национализацию активов, о которых вы говорили? Да, они, может быть, и сбежали, Даша, а куда? Вот куда им бежать? Понимаете, это с Дону в свое время выдачи не было, как из Запорожской Сечи. А сейчас бежать оказывается некуда из России, потому что тебя могут там поставить под санкции, ну куда? Ну, Потанин в Израиль может уехать, да. Можно уехать в Эмираты. А те вот это находятся в России. Понимаете, если вы уехали, вы спасете свою жизнь. Возможно, и то не факт жизни, потому что достать вас могут всюду. Не надо недооценивать возможности российских спецслужб. Если они зададутся целью, они вас достанут всюду, где угодно. Но активы-то ваши остаются в России. Ну, вы уехали, тем легче ваши активы национализировать. Поэтому, если они хотят свои активы сохранить, им лучше находиться в России, демонстрировать лояльность новой власти и бороться за сохранение своих активов. Ну, я вам могу сказать так, что вот Патрушеву наплевать на их лояльность. Он их глубоко и последовательно презирает. Считает, что они не по праву владеют этими активами. Особенно он глубоко и последовательно презирает близкое путинское окружение. Ну, олигархов из этого числа. Патанин-то относится еще, условно, к ельцинским олигархам. Ну, даже не условно, в прямом смысле слова. А есть вот путинское поколение олигархов. И это будет очень интересно. Это одна из причин конфликта, который может возникнуть. Очень серьезного конфликта. Что Николай Платоныч, это повар, который, как говорили о Сталине, умеет готовить острые блюда. Владимир Дмитриевич, а какие отношения между Патрушевым и Путиным? Я помню, Марк Захарыч Фейкин и Геннадий Владимирович Гудков мне говорили, что на дне рождения 40-летия Алины Кабаевой они отмечали якобы на яхте одного из олигархов, приближенного к Путину. И там были все бизнесмены, крупные ротенберги. Но там не было ни Патрушева, ни Золотова. Он не был приглашен на 40-летие Алины Кабаевой. И на вопрос, почему, Марк Захарыч сказал, что сложные отношения между Патрушевым и Путиным. Вот, Валерий Дмитриевич, насколько там действительно сложные отношения, и почему Патрушев не был на праздновании дня рождения, юбилея Алины Кабаевой? Патрушев очень негативно относится к выскочке Алине Маратовой. Очень негативно. И дело не в том, что у него плохие отношения с Путиным. С Путиным у него были очень хорошие отношения, деловые. Среди людей, близких к Путину, не среди личных друзей Путина, а среди, я бы сказал, условно деловых партнеров или там единомышленников, соратников, самый близкий и самый влиятельный всегда был Николай Патрушев. Самый близкий и самый влиятельный. Да, в последние месяцы жизни он тяготился уже Путиным. Обращаю ваше внимание, не Путин Патрушевым, а Патрушев Путиным. Совершенно другой тип отношений. И Патрушев дал указание игнорировать все приказания Путина. И они игнорировались. В последний месяц жизни вождя все его указания игнорировались. То есть, говорят, да, да, все будет сделано. Чего им было наплевать. Поэтому сейчас Алина Маратовна находится под домашним арестом с детьми. Именно в той Валдайской резиденции, где в холодильнике находится и замороженное тело ее мужа. Вот такая даже не ирония, а злой сарказм. Отношения у них с Путиным были очень хорошие. Иногда они ухудшались. Но в целом эти отношения имели такую природу, что они не могли испортиться. Понимаете? Потому что вот если люди связаны тем, чем были они связаны с... Чем были связаны Путин и Патрушев, то эта связь неразрывная. Скованная одной цепью в прямом смысле слова. Одной цепью. И пролитой кровью, естественно. Которая сильнее всяких цепей. Валерий Дмитриевич, вы, вообще Станислав Белковский, часто повторяет, что гей-лобби правит Россией. Это цитата. Я слышала это очень часто. Вы говорили в последнем интервью, что Патрушев выступает против этого гей-лобби, которое правит Россию. Можете раскрыть об этом детальнее? Гей-лобби не правит Россией, хотя оно очень влиятельно. Я думаю, что если сравнивать с влиянием гей-лобби в других странах, то в России оно было, по крайней мере, было самым влиятельным. Я не буду объяснять структуру и причины. Я не хочу просто публично произносить фамилии некоторых людей, которые обеспечили влиятельность этого лобби. Да, Патрушев намерен не просто снизить его влияние, а вышвырнуть его из власти. Это одна из причин, по которой ряд людей, которые, в общем, отличаются в профессиональном смысле и эффективностью, будут отправлены в отставку. Ряд вице-премьеров, ряд министров и около половины чиновников администрации президента. Ну и также, допустим, глава Государственной Думы тоже. Да, это вот такой вот перечень. Он, может быть, и не самый длинный, он исчерпывающий, но это действительно влиятельные люди, в полном смысле слова. Я уж не говорю там, ну, о деятелях культуры в данном случае говорить не стоит, понимаете. Они вроде как не влияют на принятие парочек решений. Но что касается чиновников категории А, да, планируется чистка основательно. И я думаю, это тоже будет одна из линий конфликта. Владимир Дмитриевич, получается, что у Патрушева некое особое негативное отношение ко всему, вот, к таким западным ценностям демократическим. Он более авторитарный, потому что не воспринимает там представителей ЛГБТ во власти. Правильно ли мы понимаем? У него ко всему почти негативное отношение к оппозиции, к демократии, к Америке, к Соединенным Штатам, к Великобритании. Ну, потому что как у каждого нормального, в кавычках или без кавычек, советского чекиста, негативное отношение к Великобритании и, я бы сказал, преувеличенное представление ее возможностей. Это старая такая советская корпоративная культура, восходящая именно к советскому времени. И Николай Патрушев, он, да, они там одного поколения с Путиным, они вроде впитали одни и те же ценности, но между ними есть существенное различие. Ну, было, точнее. Дело в том, что Путин, он был не чувством некоторых фантасмагорических идей. Одна из этих идей касалась как раз Украины. Я бы сказал, фантасмагорических, абсолютно диких. Патрушев, человек идеологизированный, очень. Патрушев искренне жалел и жалеет о гибели Советского Союза. С его точки зрения, многие советские практики можно возобновить в новых условиях и с помощью новых инструментов. Ну, допустим, вести тотальный контроль с помощью цифры, да, вот то, что делают китайцы, и то, что отчасти уже пытаются сделать в Российской Федерации, значит, вести ряд запретов, сделать то, сего. Причем обеспечить можно потребительские рынки, он считает, ну, это вообще вполне реально, осуществить национализацию ряда крупных активов. То есть, такой вот создать Советский Союз 2.0. Путину было на самом деле во многом на это наплевать. Его интересовало собственное величие и, я бы сказал, восстановление некого геополитического центра силы, превращение России в геополитический центр, превосходящий влиянием, не размерами формальными, а именно влиянием почившей в боже Советский Союз. Он полагал, что это вполне возможно. Я не знаю, было это возможно или нет, но те планы, о которых мне рассказывали, они были головокружительны, правда, но в некоторой части вполне реалистичны, если бы не напоролись на Украину. Путин горько сожалел в конце февраля прошлого года, что начал с Украины. Горько сожалел, потому что первоначально он все-таки предполагал начать с других стран. Стран Балтии или Казахстана? С Белоруссией и Казахстаном вопрос мог бы быть решен, вы понимаете, предельно просто и быстро. С Балтии. И первоначальный проект, который относился к весне 2020 года и был скомкан пандемией и еще некоторыми обстоятельствами, предполагал именно масштабную гибридную операцию, не классическую военную операцию, обращая ваше внимание. Совсем не то, что было по отношению к Украине. Масштабную гибридную операцию, очень хорошо продуманную и в высшей степени остроумную, именно по отношению к странам Балтии. Валерий Дмитриевич, вчера Байден сделал заявление, что Путин готовится напасть на страны Балтии и тогда американцы будут воевать против россиян. Возможно ли, что в последующие 6 лет Путин примет решение напасть на страны Балтии? Ну, Путин может воевать в аду сколько ему угодно, как его хозяин прикажет. Нет, у России нет таких ресурсов. То, что сказал Байден, это не просто преувеличение, это откровенная риторическая ложь. Но я понимаю, чем эта ложь продиктована, необходимостью добиться от Конгресса выделения ассигнований Украине. Он прибегает к таким очень сильным заявлениям. Нет, этого не будет, и этого не будет даже в планах, насколько я представляю себе ситуацию. Валерий Дмитриевич, вы говорили, что Герасимов очень сильно пил и что Герасимов не хотел воевать против Украины. Насколько это корректная информация? Это корректная информация. Валерий Герасимов был одним из тех немногих людей, который в 2014-2015 годах уговорил верховного главнокомандующего не проводить массированную операцию против Украины. Он был категорически против, но к концу 21-го года Путин его сломал. И знаете, есть такая шутка, немного скабрезная, да, уж лучше отдаться, чем сопротивляться. Ну, проще отдаться. Вот Герасимов поступил привестно таким же образом. Но тот план операции против Украины, который он разработал, кардинально отличался от того, что приказал сделать Путин. По плану Герасимова предполагалось, что вооруженные силы Российской Федерации в течение месяца не будут пересекать границы, будут наноситься ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по украинской инфраструктуре, по военной и по чувствительной гражданской инфраструктуре. То есть это более или менее похоже на то, что делали в свое время страны НАТО по отношению к Югославию. И по истечении месяца посмотреть на реакцию. Вот, если потребуется провести общевойсковую операцию, сухопутную операцию. Ну, он уверял, что это, наверное, и не потребуется уже. А другое дело, что Путин захотел снискать лавры выдающегося полководца всех времен и народа. Его, значит, уговорили его украинские друзья, да, ну и, видимо, да, да, они ему объясняли, доказывали, ну, не только они, естественно, он полагался в том числе на часть разведоценок, которые были фальсифицированы изначально, что Украина рухнет. Она рухнет, и что действительно на третьи сутки российские вооруженные силы окажутся в Киеве. Предполагалось по этому плану, что в Одессе они будут где-то на исходе второй недели или в начале третьей. А к исходу третьей недели операции они войдут на территорию Молдовы. Ну, и там потребуется всего сутки. А дальше уже была стратегическая развилка, куда двигаться. Нужно было бы двигаться на северо-запад, не на запад, направление Балтийского моря, а можно было бы двигаться на юг и на восток. То есть Казахстан, Грузия, Армения и Азербайджан. Планы были очень-очень обширные, но еще раз все, все сломалось об Украину. А уже где-то в конце февраля, то есть буквально через несколько дней, стало понятно, что план, именно путинский план, путинские представления оказались совершенно ошибочными. И могу вам сказать, что в российском генштабе была очень напряженная ситуация в этот момент, чрезвычайно напряженная, особенно после того, как десант Гастомеля, правильно ударение ставлю? Да, Гастомеля. Он был разгромлен, частью-частью удалось вывести. Выяснилось, что украинцы не отходят, не отступают, очень эффективно сопротивляются, и что все идет не так. И в общем, в тот момент, в марте, это правда, в конце марта Украина могла бы подписать устраивающее ее мирное соглашение. Я подчеркиваю, устраивающее Украину больше, чем Российскую Федерацию. В марте прошлого года. Когда вот вы говорите это, что вы имеете в виду? Значит, по тому проекту, который был в ходу и на который был готов пойти Кремик, все новые территории покидались. То есть, Донбасс объявлялся бы автономией в составе Украины, подчеркиваю, он бы не входил в Россию. То есть, его статус бы изменился. И более того, Россия согласилась подписать договор, в котором бы говорилось, что Украина признает статус Крыма спорным. То есть, Россия бы фактически поставила свой суверенитет над Крымом под сомнение. Обращаю ваше внимание, Даша, это были предложения с российской стороны. Зато военные действия бы прекратились. И там, наверное, было какое-то отношение, что Украина никогда не станет членом НАТО европейской. Да, что Украина обязуется не вступать в НАТО. Вопрос о Евросоюзе не стоял с такой остротой. Ну вот, что она обязуется. И в России это было бы объявлено колоссальной победой. Значит, что, мол, основные цели операции достигнут, ее можно прекращать. А это все стояло на кону в марте, в конце марта прошлого года. Я не берусь судить, что здесь работало против. И не уверен, и даже совсем не уверен, что надо это приписывать Джонсону. С моей точки зрения, это попытка свалить с больной головы на здоровую. Решение принимало украинское руководство, безусловно. Валерий Дмитриевич, а правда ли, что Абрамович и Умеров, тогда участник группы переговоров, были отравлены? Не знаю, я об этом не знаю. Не исключаю, что их могли бы, знаете, не то чтобы с целью уничтожить, а просто припугнуть. Это такой вот способ давления. Ну, ты себя чувствуешь плохо, ну, знай, что это может повториться и уже стать фатальным. Валерий Дмитриевич, я благодарю вас, что вы нашли время. Спасибо, Даша. Очень редко даете интервью телеканалу прямой, я это знаю. Надеюсь, что мы будем с вами встречаться чаще, потому что аудитории действительно очень интересны ваши высказывания. Друзья, у меня сегодня в гостях был Валерий Дмитриевич Соловей, известный политолог. Валерий Дмитриевич, благодарю вас и до скорых встреч. Спасибо большое, Даша. Спасибо вам большое, уважаемым зрителям и слушателям. До свидания.